Я приглашаю, представляю вам Рамиля Тагировича из Мухаммедова, доцента Казанского федерального университета, который все знает о Персии, об Иране, свободно владеет персидским языком, который иначе еще называется язык фарси, и я предоставляю ему слово. Спасибо, Валерий Алексеевич. Здравствуйте, студенты. Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. Мы сегодня поговорим о персидской культуре и о тайном послании персидского ковра. Но вначале хотел спросить вас, слышали ли вы когда-нибудь слово Персия? Да. Кто слышал и кто хоть что-то может сказать о том, что же такое Персия? Пожалуйста. Пожалуйста. Как вас зовут? Илья. Илья. Я знаю о Персии, что она была древней страной, у которых были войска, которые назывались бессмертными, и они не проиграли ни одну битву, пока Македонский не покорил их. И еще что, Персия находится на территории современного Ирана. Также Персия, по-моему, еще была, восстала во время Тимуритского ханства. Она была как восстание подняла и стала новой страной. Спасибо. И вот еще, пожалуйста, что мы знаем о Персии? Персия – вот это древняя страна. И там вот жили люди перцы. Вот они говорили на арабском языке. И на персидском. Да. И на персидском, и на арабском. Молодец. До того времени, пока Македонский не завоевал Персию, до этого еще были греко-персидские войны. Совершенно верно. Персия проиграла. Персия проиграла, да. Но с переменным успехом, да. То Персия выиграла. И вот сюда вот, пожалуйста. Еще. Да, с правой стороны. Царем Персии был Дарий III, которого называли царем царей. И Дарий I был, и Дарий II, и Дарий III. Раз был III, значит был и I. Роман Тагерьевич, то есть у нас такая подготовленная аудитория. Они что-то знают уже, и о Персии, и о Иране. И тем более, они очень хотят узнать, какое же послание в персидских коврах заложено. Да. Но тема у нас уже объявлена о персидских коврах. Но также вы, наверное, слышали еще какое словосочетание персидский кот. Да, совершенно верно. Видел ли кто-нибудь когда-нибудь персидского кота? Да. Видели, есть. А есть ли у кого-то персидский кот? Или был когда-то? Или у кого-то у друзей есть? Есть, да? Ну, вы себе представляете, наверное, да? Как выглядит персидский кот. Вот такой персидский кот. Такой весь пушистый, с голубыми глазами. Ну, в общем, очень такой обаятельный. Ну, и, конечно же, мы о персии знаем по персидским коврам. Персидский ковер – это символ персидской культуры, символ Персии. Видите, какие великолепные ковры создавали персы, начиная с очень древних времен. Вот еще один персидский ковер, но это ковер из шелка. Видите, он переливается на свету. Это очень удивительное такое произведение искусства. Это все ручная работа? Да, Валерий Алексеевич, бывает и ручной работой. Конечно, сейчас они уже и машинные научились делать. Но вот сами понимаете, что… Тоже из шелка изготавливают. Да, это практически картина. Представляете, вот картина. Так, есть ли у нас еще один слайд? Вы знаете, что самый древний персидский ковер, как ни странно, был обнаружен на территории нашей страны, бывшего еще Советского Союза, нынче России, да? Знаете, наверное, есть такие горы Алтайские, да? Где они примерно находятся? В Сибири, в общем, Южная Сибирь. Это ближе к каким странам? Там Монголия, еще Китай, да? Вот Казахстан. И вот представляете, в 1949 году была советская научная экспедиция на Алтай. И там было поселение народности, которое называлось Пазырики. Такое смешное слово – Пазырики. И вот у них обнаружили самый древний персидский ковер. Самый древний персидский ковер. Он, конечно, уже в таком немножечко был в состоянии не очень хорошем. И удивительно, как мог на Алтай попасть ковер из Персии. Вот на карте вы видите, где находится Персия, видите, на юге. Казань, вот мы находимся с вами там на севере. И Алтай, где находится, ближе к Монголии, Китаю. Видите, огромные расстояния. А что примечательно, Казань находится, видите, севернее Персии. По Волжскому пути, по Волжско-Каспийскому пути. То есть мы еще ведь и общались с ними. И Алтай еще дальше находится. Ну, как вы думаете, как могли на Алтай попасть персидские ковры? Через Казань, думаете, да? Но здесь я не намекал на Казань. Здесь шелковый путь, совершенно верно. Кто сказал шелковый путь? Хорошо. Слышали про шелковый путь? Что такое шелковый путь? Пожалуйста. А когда не было машин? Лошади, верблюды, да? И что они делали? Почему они ехали? Везли товары, да? Обменивали товары. Еще? Вот еще у нас... Пожалуйста, товарищ модератор, помогайте нам. Ну, шелковый путь, это торговый путь. Откуда, куда, не знаете? По ним строили торговые фактории. Совершенно верно. Крепости, гостиницы, дороги строили. И таким образом народы соединялись. Ну да, с помощью этих дорог они как раз и соединяются. Да. Ну, конечно, не только на Алтае находятся персидские ковры, но самый древний был найден, как предполагают. И этому ковру, представляете, сколько лет? 2500 лет было этому ковру. А сейчас его можно увидеть в Петербурге, в Эрмитаже. Он очень красиво так оформлен. Позырыкский ковер. Позырык. Такое слово. Будете в Петербурге, заходите. Вот. Ну, вы должны представлять, что изготовление персидского ковра – очень сложный процесс. Сначала берутся нитки белые, вертикальные. Потом горизонтально на них нанизываются что? Цветные ниточки. И вот, представляете, как долго рождается рисунок, узор на этом ковре. Какой должен быть терпеливый мастер, чтобы ждать долго, готовиться. И, конечно, бывают и профессиональные болезни у изготовителей ковров. У них пальцы изнашиваются практически, истачиваются. Бывает даже очень болят у них руки. Вот. Но в результате рождаются очень красивые произведения искусств. Как вы думаете, из каких материалов изготавливаются ковры? Пожалуйста, погромче. Из шерсти и шелка, да. Совершенно верно. А шерсть мы добываем откуда? Из каких? Я думаю, может быть, из пряжи. Из пряжи. Пряжи из чего мы делаем? Из овечьей шкуры. Из овечьей. А еще из какой может быть? Только не шкуры, а шерсти, да? Барашков, овец, верблюдов. Может быть, еще? Еще? Кого еще? Соболей? Нет, соболей не получается. Вот. И в том числе и из шелка. Совершенно верно. А шелк как мы получаем? Из шелкопряда. Да, из тутового шелкопряда. Вот. И представляете, нужно сколько овец, чтобы получить очень много пряжи. О чем это говорит? Это говорит о том, что у этих народов, у персов древних, было развито овцеводство. И они вообще жили каким образом? Образ жизни у них был. Обез. И кочевой был, да? И оседлый был. И в общем, они разводили стада овец. И было очень много шерсти. И некуда было девать. И они эту шерсть превращали в полезные вещи. Ну, например, в какие полезные вещи можно превратить шерсть? В шапки, в варежки, носки, обувь. Да. Но вот они оделись. У них уже все есть. Все шапки, шарфы. И еще остается много шерсти. И вот они решают делать ковры. Делают ковры. А ковры мы видели когда-нибудь? У нас есть в домах ковры. Вот здесь, в России. Ну, наверное, сейчас в современных уже домах не остается ковров. А вот, наверное, у кого-то у бабушек есть, наверное, ковры. Вы, наверное, видели. У нас есть ковры? Есть. Настенные ковры. Настенные ковры. Давайте тогда, как они используются? Значит, настенные бывают ковры. Которые на полу. На полу. Чтобы не холодно было ходить босиком. Еще на креслах, на диванах, чтобы было сидеть, да? Для молитвы. Для молитвы. Совершенно верно, чтобы на полу не было холодно. Перед входом в квартиру. Перед входом в квартиру. В общем, объединяя все это, можно сказать, чтобы было комфортно, удобно. И персы также делали, чтобы было комфортно жить. А это о чем говорит, раз они заботились о комфорте? Значит, они, во-первых, уже жили в домах. То есть, постепенно у них культура жизни становилась очень высокой. И можно было уже украшать дома, утеплять их с помощью вот красивых произведений искусства, таких как ковры. То есть, в общем, ребята, ковры нам свидетельствуют о высоком уровне культуры той или иной страны. В общем, и мы узнаем практически жизнь людей через историю ковров. А если мы сказали, что коврам 2500 лет, то значит и минимум этой культуры, да, не меньше 2500 лет. 2500 лет это давно было, как вы думаете? Вот у нас сейчас какой год? Да, это значит, еще до нашей эры, примерно за 500 лет, да, примерно за 500 лет. Еще во времена, еще до Александра Македонского, да, потом он пришел. 482 года. Да, молодец, высчитал. 482 года. И вот, что следует отметить. Персы ведь они торговали всю жизнь с Европой, с нами, с Россией, с Русью, с Китаем, да. И сейчас торгуют. Им пытаются мешать торговать, но они торгуют. Американцы мешают, да. Да. Но они все равно и коврами торгуют, и нефтью торгуют. Это я к чему говорю. И вот, когда приехали европейские купцы из Венеции, из Италии, из других стран, они увидели замечательные эти персидские ковры и начали заказывать у персов вот эти ковры. И эти ковры попали в Европу и очень пользовались большой популярностью. И даже в искусстве, в европейской живописи мы видим иногда изображение ковров именно персидских. То есть, когда будете, например, в Петербурге, в Эрмитаже смотреть картины, или в Русском музее, обратите внимание, на некоторых картинах вы увидите ковры. То есть, это картины 15-16 веков, то есть, старинные картины. И там вот это отражение того, что уже тогда персидские ковры пользовались в Европе славой. Славой, значит, и популярностью, да. Но как мы себе представляем ковры? Ковер – это такое полотно, да, где, да, вот у нас, если вернемся к первым нашим иллюстрациям, вот примерно вот такой ковер. Но это, конечно, очень роскошный ковер такой. Это царский подарок, да, здесь и солнце можно увидеть, и природу, и весну, и пробуждение, и даже небо можно увидеть, отражение голубые тона – это небо. Желтое – это всегда символ солнца, вот в орнаментике ковров. Цветы – это всегда символ чего? Весны, наверное, да, новой жизни. Да, а иранцы очень любят жизнь, у них вся культура, она жизнеутверждающая. Роман Тагирович, вот фактически вы уже коды рассказали, как расшифровать ковер. Может быть, мы сейчас спросим у наших студентов, вот из того, о чем вы в течение минуты сейчас говорили, можно ли сказать, какое послание в этом ковре? Вот, пожалуйста. Художник сделал ковер весенний, как подарок женщинам. По центру мы видим вот… Солнце. Вот это солнце, да, но оно сделано в виде медальона, это такой орнамент, он называется медальон, то есть вы уже профессиональные ковроведы, будете видеть такие орнаменты, и говорить, это медальон, он означает солнце, вокруг, наверное, мы видим какое-то… Небо. Небо, наверное, голубое, да, и потом идет, видимо, наша природа уже по краям, видите, очень много цветочков. Цветочки, трава. Да, ну и по краям такой огороженный, как бы, что это законченный мир такой, вещь такой, ну, циклический такой, замкнутый мир наш, то есть как древние люди представляли наш мир. То есть по существу мы видим на этом ковре, мы видим даже солнечную систему, мы видим небо, мы видим солнце, мы видим тот мир, который окружает человека, красивый мир, который хотелось бы подарить. А кто знает, какие верования были у персов, религиозные верования, во что они древние перси верили? Пожалуйста, погромче. До Аллаха. Ну, до Аллаха еще они поклонялись именно вот то, что изображено по центру солнцу, да, солнцу. То есть это была такая космическая культура, по сути, и они, в общем-то, считали себя частью этой большой космической культуры. О зороастризм они верили в зоострору. А что еще в зороастризме интересного? То, что он был довольно миролюбивой религией, и, по-моему, у них что-то было подобие монотеизма. А вот с огнем было, с огнем не помнишь? А еще, по-моему, там рабство было разрешено, не запрещено, поэтому оно считается мирным. В общем, в зороастризме ты, вот кто слышал о зороастризме, есть такая религия древняя? Да, это, в общем-то, культ солнцу или культ огню. Там у них в храмах всегда горит огонь, огромный такой костер. А что такое костер? Это кусочек маленький чего? Солнца. Потому что любой костер на земле – это, в общем-то, плазма чего? Плазма солнца, да. В общем-то, это так и есть. Я хочу сказать к вопросу, ну, что этот ковер представляет, мне кажется, ну, это к теме подходит, ну, как будто вот это, это было солнце, а вот эти лучики – это планеты, они представляли, как бы, это все в огне и типа цветочка. Совершенно верно, совершенно верно. В общем, для древних людей, не только для персов, и для нас, древних, и для европейцев, и для африканцев, самый главный был источник жизни – это солнце. Почему? Почему источник главной жизни – это солнце? Девочка, пожалуйста. Потому что солнце, оно светит, оно нас всегда греет. Греет. Растения растут из-за солнца, да? Да. Тепло дает нам. Если бы не было солнца, мы бы с вами, что, жили бы или не жили бы? Нет. Совершенно верно. Вот у нас еще один вариант. Еще, пожалуйста. Солнце, по-моему, не только жизнь дает, но оно еще может человека как оживить, так и погубить, по-моему. Да, все в разумных пределах. Нужно и беречься от солнца, когда летом жарко, ну и ждать солнца, вот когда холодно, зимой, мы уже ждем солнца, да? Сейчас, наверное, радуемся солнцу. Да. Потому что ждем пробуждения. Спасибо большое. Ну вот, а здесь больше голубые тона, то есть небесные тона. Иранцы также любят голубой цвет, именно небесный цвет. Только громко. Солнце еще дает энергию. Энергию. И у нас есть солнечные, наверное, уже энергостанции, которые работают на чем? Да. Вот видите, как связана древняя культура с современной нашей жизнью. Теперь мы идем вперед. И вот помимо классических ковров, которые мы себе представляем, да, в магазинах видели, у бабушек есть. Еще персы умеют делать картины. Это тоже ковры, но сделанные в виде картин. В рамках. Они делаются, как правило, из шелка. И когда вы видите эту картину, вы думаете, что это нарисовано маслом художником. Но на самом деле это такие, как сказать, пиксели, да, вот знаете, что такое пиксели на фотоаппаратах, на фотокамерах? Вот фактически да, то есть шелковая нить, она позволяет мелкими узелками вязать этот ковер, и вы не видите этих пикселей невооруженным глазом. Торген Стагерьевич, а давайте спросим, вот в этом ковре слева от нас, что заложено, какое послание? Пожалуйста, вот какое послание, вот пожалуйста, да. Здесь, наверное, рабство. Ты имеешь в виду вот эту или вот эту? Нет, вот ту. Вот эту, да? Да. Вот девушка на ковре изображена. Как вы думаете, вот какое послание художник вложил вот в это изображение? Что он хотел этим показать? Почему он эту девушку изобразил? Я хочу сказать про вторую картину. Эта картина, там ковер, показывает свою веру, то есть, что ты богат, она олицетворяет твою самовлюбленность. То есть, показывает... А еще интересно, что это ковер в ковре. Представляете, как интересно? На ковре изобразить ковер. Это как зеркало в зеркале, да, Валерий Алексеевич? Ну, и, наверное, да, ты прав, воспевает и вот это искусство ковроткачества. То есть, сапоги... Ромиш Тагильевич, ну, никто не захотел сказать, почему девушку-художник изобразил здесь? Вот, наверное, девочек нам нет, да? Вот у нас там есть вариант. Ну, вероятно, это, например, невеста или какое-либо олицетворение. Ну, олицетворение красоты. Ну, да. Нежности, юности. И, наверное, намек, раз юность, нежность, намек на что? На свадьбу. Может быть, на свадьбу, на новую жизнь, на молодость, на, может быть, вечную жизнь, юность. Так ведь, Валерий Алексеевич? Да, наверное. Так, еще у нас, вот тоже, просто хотел побольше вам показать, это тоже ковры, но в виде картин сделан. Видите, тоже можно вот так вот. Но это очень дорогие ковры, вот, то есть, мне вот они не по карману. То есть, вот это, на самом деле, подарки для президентов, для королей, вот такие изготавливают. Один президент дарит другому президенту, то есть, это такие вот государственные подарки дипломаты дарят друг другу. Да, они стоят многие тысячи долларов. Вы представляете, сколько надо работы, труда вложить в этот, в общем-то, шедевр, фактически шедевр. Наверное, проще маслом нарисовать картину, да, чем ниточками вот так вот. Да, если вручную. Ну, машины, конечно, тоже умеют. Машины сейчас тоже есть коврот качества, но они, конечно, меньше ценятся. Ой, у нас сразу уже тест начинается с вами. Так, вы на подсказки не смотрите. Итак, первый вопрос. Что мы знаем с вами о Персии? Пожалуйста. Что мы знаем о Персии? Пожалуйста. Вот есть варианты ответов. Пожалуйста. Персия находится в Иране. Такой вариант. То, что Персии изготавливают ковры. Изготавливают ковры. Еще, кстати, персидские сладости. Учтите. Еще, пожалуйста. Можно громко сказать просто? Была Персидская империя. Персидская империя. Хорошо. Еще мы знаем, что там было развито скотоводство. Скотоводство. Хорошо. Как сейчас называется Персия? Как сейчас называется эта страна? Иран. Иран. Это примерно в 20 веке, в середине 20-х годов было такое решение принято переименовать в Иран. Почему? Знаете? Потому что Иран многонациональная страна. Там помимо Персов живут еще несколько. И арабы, кстати, есть. Туркмены, азербайджанцы, белуджи и так далее. Да, и поэтому решили такое объединяющее название, чтобы всем было, в общем, гордо за свою страну Иран назвать. Но периодически эта страна менялась. В древности тоже Иран называлась. Потом Персия, Иран, Персия. В общем, история вот так вот менялась. Мы говорили о том, когда появились первые ковры персидские, когда же они появились? Да. Примерно. Громко. А где хранится самый древний ковер? Кто помнит? Не подсматриваем подсказку. В Петербурге. В Петербурге. В Петербурге в Эрмитаже. В каком музее? В Эрмитаже. Скажите, кто-нибудь когда-нибудь бывал или слышал про Эрмитаж? Кто бывал в Эрмитаже в Петербурге? Бывал, да. Ну, остальных все впереди. В Казани тоже есть Эрмитаж, да. Обязательно, пожалуйста, когда поедете в Петербург, мамам и папам скажите. Что нужно посмотреть самый древний ковер. Он очень красивый. Я вам подтверждаю. Из чего делают ковры? Из чего делают ковры? Из шерсти овечьей, верблюжьей. Из шерсти шелка. Из шелка. Из шерсти шелка. Совершенно верно. Что обычно размещают на коврах? Какие изображения? Природа. Природа. Солнце. Солнце. Символы жизни. Символы жизни. Цветы. Да. И мы видели сегодня людей. Люди. Природа. Да. Архитектура. Культуру. Солнце. Да. Медальоны. Архитектуру. Архитектуру. Природа. Архитектуру. Да. Все. Ну, на все вопросы ответили. Да. Ну, откуда я это все знаю сам? У нас есть ведь Казанский университет, и мы здесь изучаем персидскую в том числе культуру, и китайскую культуру, и европейские, и арабские страны. Монгольские, да, кстати, молодец. И, пожалуйста, приходите, когда подрастете, закончите школу, в наш институт изучать не только персидскую культуру, любую, которую пожелаете. Но если персидскую будете изучать, то будете у меня изучать. Я считаю, я вас научу. Вот вы видите, как у нас дружно и весело проходят занятия. Ну, здесь, правда, праздник, а вот праздник недавно праздновался, вы знаете, весенний, на букву «Н». Наурус. Это и есть Новый год. Он когда празднуется? Весенний. А почему 21 марта? Весенний. Да. Когда опять-таки солнце вступает в свои права. И солнце становится больше. 21-й, 22-й, 23-й. Молодец. Три дня. А в Иране даже 13 дней празднуют. Представляете? Как у нас Новый год, в общем-то, тоже 13 дней длится до Старого Нового года. Похожие у нас культуры. Про Новрус, пожалуйста. Молодец. Вот даже, может, глядя на это изображение, можно что-то сказать? Я хожу в татарский фольклор, не раз выступаю по поводу Новруса. И при Новрузе есть специальная традиционная каша «Каргабеткасен». Знайградиенты. Воронья каша называется. Да. «Каргабеткасен». Там горох, гречка и рис. Да. И вот это готовят в честь праздника. Да. Потому что Новрус образовался от того, что птицы прилетают и приносят нам на крыльях весну. Из-за этого кашу потом дети, которые не съели, ложилась около деревьев, чтобы поскорее прилетели птицы. А песенку ты знаешь, которую поют при «Каргабеткасе»? Не помнишь? Мы знаем про Новрус песенку. Попробуй. Новрус, мой берег бот, шага де бот. Шага де бот, не врус, мой берег бот. Кстати, на персидском языке. Как тебя зовут? Эмир. Эльмир? Эмир. Эмир. Эмир спел на чистом персидском языке. Он спел с наурузом, с наурузом, радостного науруза, благословенного вам науруза. Ну, значит, он уже знает персидский язык. Уже знает. Это значит, вы в фольклорном ансамбле, да? Да. Изучаете? Хорошо. Вот так проходит занятие уже со серьезными студентами. Это уже у нас есть второй, третий курс. Тут у нас даже гость пришел. А я сам сижу как студент. А у нас пришел консул иранский. И нам из первых уст рассказывает о Иране, о положении в Иране сейчас, об отношениях России и Ирана. В общем, это очень интересно. А кто играет в нашей команде? Сердар Азмун, да. Юный футболист, очень популярный и в Иране, и в России у нас играл за казанский рубин. Здесь у нас встреча с послом Ирана. Посол Ирана находится в Москве. Но он наш друг, друг Казани. И постоянно приезжает в наш университет. Валерий Алексеевич его тоже знает. И вот студенты его знают. И он нас всех знает. Он каждого поименно знает, кто вот изучает персидский язык. Всем помогает, всем советы дает. В общем, господин Санаи. А это я фотографирую, кстати. Я часто оказываюсь за кадром, потому что сам люблю фотографировать, а сам фотографироваться не очень люблю. Мы также участвуем на Олимпиадах по персидскому языку в Московском государственном университете. Вот здесь на фотографии вы видите самых величайших преподавателей персидского языка, литературы, истории, которые есть в России. Они все находятся в Москве. Мы тоже с ними сотрудничаем. И вот мы к ним приезжаем на Олимпиады. Они нас экзаменуют. Спасибо большое. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин